Маленько отодвиньтесь от экрана, чтобы вас видно было нормально. Мы пришли с великой радостной вестью сюда. Вот я перед вами езжу, как вы так же выйдите, чтобы вас на экране видно было. Что есть передо мной? Ну вы по-русски понимаете? Понимаю, понимаю. Ну тогда отодвиньтесь вот так подальше, чтобы вас было видно, а то что-то мотается туда-сюда. Что вы хотите со мной сделать? Вы опять уползли куда-то вниз. Мы пришли с великой радостной вестью, что Иисус Христос умер за грехи людей, распятый, и воскрес, чтобы даровать прощение кающимся грешникам. Так, и что дальше? Ну вы Евангелие-то считали? Не понял. Евангелие, книга Евангелие, в Библии такая книга, вы ее считали? Нет, нет. Нет, не считали. Ну вы что-то там опять не глядите. Смотрите сюда, а эту книгу считали? Я считал. Ну и вот, тут же еще написано, 5 сура, 47-й, 66-й аят. Не понял. Да, там говорится, что Господь даровал людям Писание православным, инжил, Евангелие. И чтобы вы его слушали. Я по своей книге проповедую это, не по чужой. А дальше то, что Иисус умер за грехи людей, чтобы избавить их. Любовь его в этом выразилась наивысшая. И чтобы веруя в него имели жизнь вечную. Дальше еще. Царство небесное после смерти обещано. Жизнь в радости здесь на земле. С Богом. Он не будет тут сидеть в рулетке и искать блудец. Раздетые мужики лежат. А вы знаете про этого? Про Даджола? Что знать? Инжил, Евангелие знаю, конечно. Даджола Антихриста. Это еврей будет. Три с половиной года старствовать в Иерусалиме. Перед кончиной мира. Это, который у него одноглазый. У него одноглазый не видит. Это выдумка. Выдумка. Нормальный человек. Его никто и не будет знать, что он. Одноглазый. Почему? Нет, это не выдумка. Выдумка. Никогда таких не было. Бог не творил три глаза. Это уж совсем не знаю, что говорить. Ни одного трехглазого человека на земле не было. Нет, почему? Я знаю, что говорю. У него как бы два глаза, но один вообще не видит. И в этом написано, что он кафир. Знаете, что такое кафир? Я не понимаю слово, которое говорите. Знаете, слово кафира знаете, как переводится? Я не понимаю вас. Что вы знаете-то? Какое слово там? Кассира какого-то? Кафир, кафир. Кафир? Да, это значит, ну он не мусульманин, короче. Ну, то есть, неизвестно что. Так, ладно, у вас не видно никак. Мы так не разговариваем. У вас одно пятно, вас не видно. Вы все где-то как прячетесь. Так, просто я телефон поближе держу, чтобы у вас было слышно. Ну, может быть и так. Ладно тогда. Если Евангелия у вас нет, вы закон Божий не знаете. Это плохо. Иисус будет судить мир. Это я знаю про свою религию. Я про вашу религию ничего не знаю. И мне как бы не нужно знать об этом. Да я не о религии говорю-то, человек. Я говорю о Спасителе Христе, который умер. У вас написано Иса. Что знать-то? Если ты считаешь эту книгу, значит, должен знать... Иса он пророк. Он пророк, и потом в конце он вернется. Так, вот что написано? Считай, что написано вот это? Ну, что-то... Что-то не так хорошо умеет читать. Ну, значит, не умеете. А значит, и свою книгу не знаете, и нашу не знаете. Почему? Я знаю. Пятая сура. Скажите, пятая сура, 66-й аят, что значит? Пятая сура? Пятая сура, да. Пятая. Пятая сура. Не знаю. 47-й, 66-й, 68-й аят говорит о христианах, о нас. Что нам доверен инжил, Евангелие. И чтобы мы по нему поступали. Это вы по-русски, да, читаете? Да, по-русски, да, по-русски. Это отличный перевод. Я не где-то был, а в мусульманской стране. И там достал. Понял, понял, да. Ну, как я читать умею, ну, вот в Коране написано по-другому. А здесь, который вы показали, тут без этих написано, без вот этих, которые сверху есть. У нас Библия, Евангелие, переведена на 2986 языков. А вам нельзя считать на другом. Да ты по-русски говоришь, знаешь, тебе надо по-русски его считать. Казах по-казахски. Что тут непонятно-то? А так во тьме живи, ничего не знаешь. Так, ладно, пока. До свидания. Ладно, да. Ну, может быть, и исправить. А кто-то его поверит. Ну, не все. Ну, вот мы в рулетке здесь уже, я вот пять месяцев, наверное, уже нахожусь. Мы многих людей нашли, которые приняли истину. Ну, мало-мало-мало все равно. Я показываю Библию, не знают. А у меня другая вера. Вот сейчас, только сейчас разговаривал. А какая вера? Я говорю, ты, может, эту книгу считаешь? Ну, да. Я говорю, ну, прочитай, что написано. На 2000 человек ни один не прочитал. Вы такие же, как мы. У нас тоже церковно-славянский язык. И не понимают. Как щурки, я говорю, стоят. Ты должен знать закон свой. Ну, если ты веришь, я говорю, ты должен признавать ее. Ну, да. Я говорю, ну, прочитай Сура 5. Аяты, 66-68 аяты. Прочитай, что написано. Он не знает. Если ты другой веры, ты должен веру свою знать. Я тебе по своей книге говорю. У нас Евангелие. У вас называется Инжил. Инжил. И в этих аятах говорится, что Всевышний дал людям Писание. А люди Писания – это христиане и иудеи. Называется так. Тогда другой книги не было, когда вам ваша книга была дана. Писание одно, Библия. Им дал Инжил Евангелие, и чтобы они по нему поступали. Мы поступаем по нему, то есть, когда мы верим в это. Я по своей книге. Я, если честно, не знаю, кто это такие. Ну, я по вашей книге. Я об этой книге целый том написал. Сравнивая Сура, аяты с Библией. И говорят, там противоречий почти нет. Марьям, Мария, Иса, Иисус. Я говорю, ты ничего не знаешь. Пять тысяч двести шестнадцать расхождений. Ни два, ни три. Ну, я по Евангелию говорю. Мне зачем? Я просто вам говорю, если вы эту книгу считаете священной, ну, хотя бы от этих три-четыре аятов-то надо знать. А я никакую книгу не читаю священной. Ну, в смысле, я не знаю просто. Ну, да, понятно. Ну, а вы можете объяснить, почему усы бреете? Усы бреете? А это мешает мне вот это? Нет, нет. Это картина Божья. Бог сотворил тебя. Мешает. У женщины мешают волосы, острижет по-мужски. Мешает губы, начинает красить. Это сатана научает. Мы храм Божий. Великий Всевышний дал мне образ такой. А мне мешает. Умный какой. Умнее Бога стал. А у меня Бога только идиот может быть. Я не могу одни раз на этой жизни. Бог, Бог Всевышний, меня создал. Он дал мне все, что требуется. Я творить создал. Он создал, чтобы я творил. Да, да. Не то, чтобы я ей скажу. Это образ Божий. По образу Божию создал. Вот зайдем мы в церковь. Христос, апостолы, пророки, изображения, иконы. Нигде нет безбородых? Нету? Ну, если честно, это, ну, вот, как бы, да. Они там, они зациклены на этом. Я нет. Ладно, я просто сказал вам, чтобы вы знали. Мы храм Божий написано. А храм Божий подправлять может только человек неразумный. Его нельзя подправлять. Он красочный. Все вымерено у Бога. До одной волосинки. Вот на бровях брови дальше не растут. Реснички, волос какой. Так можем и все это по-своему делать. Как будто я творец. Это же явно человек ненормальный. Ясно, ясно. Понятно. Ну, спасибо, Лизка. Ну, если вам будет больше желания узнать, вы меня в скайпе найдете. Игнатий Лапкин. В скайпе. С Богом. Спасибо. С Богом. Это то, что Господь благословляет, и все благополучно. Посылает на проповедь. Вот мы пришли сюда. Развращению этому. Показать, что за это ждет их. Что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. И дарует прощение грехов просящим этого. Как написано в Евангелии. 3 глава, 36 стих Евангелия от Иоанна. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А они верующие не увидят в жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Никакая религия не поможет, потому что нужен спаситель, который наши грехи взял на себя и имеет право простить. А сам откуда? Не откуда, с кухни. Не, сам откуда говорю. Я и говорю откуда. Я с кухни пришел откуда. Вы, наверное, хотите сказать, где я нахожусь? Ну, с какого города? Из какого? Значит, я выехал откуда. В русском языке так не говорят. Вы хотите узнать, где я нахожусь сейчас, так? Это город Барнаула, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Довольны? Все, я понял. Да. Мы сюда пришли рассказать о Христе, о спасителе мира. Не религию проповедуем. Христа. Второе лицо святой, предсосущей Троицы. И он стал Бога-человеком. И умер за грехи людей. Что-то у вас упал злая фотография-то ваша. Что-то не видно вас. То ли спрятались. Великую радость. И для вас тоже. Что за наши грехи Спаситель мира Иисус Христос был распят и воскрес. И какой бы ты ни был, приди у Господа, проси прощения. И Он даст прощение. Благодатью Своей. Сходить в храм, исповедаться перед священником. А эта рулетка, это Содом и Гамора. Тут кроме разбрата ничего не найдешь. Ну, наркотики еще, матерки. Всякая мерзость. А Господь призывает к чистоте жизни во Христе Иисусе, в святости. А вы здесь тогда что делаете? Вот когда врач приходит в больницу, его спрашивают, а что ты здесь делаешь? Он говорит, больные нуждаются во мне. Мы пришли, принесли великую радостную весть народу изблудившемуся, матершинникам, наркоманам, пьяницам, которые здесь сплошняком идут. Это самое богомерзкое место, наверное, в интернете везде. И мы несем это слово. Женщины показывают грудью, трясутся, что попало делают. Просто смотреть страшно. А Иисус говорит, придите, покайтесь, чтобы после смерти не гореть в озере огненном с сатаной вместе, а быть в царстве небесном. Я понимаю, о чем ты несешь людям, но не поверишь, у меня, вот у рядом сидящего человека есть крест. Мы принимали все это вопреки. Но что нам мешает общаться с людьми нынешними? Сейчас вы материться будете? Начнете материться сразу? Нет, нет. Мы не теримся. Так я вам отвечу. Руку-то уберите от себя. Вы так говорите, как будто с глубокого похмелья. Язык заплетается. Ну выпили же немного-то, выпили. Я не вижу, что ли, людей. Мы не смирнослов. Так, только без ругани, чтобы было. Без ругани. Меня что, обманывать надо, что ли? Я, за слово Божие, отбыл пять тюрьм и лагерь. Поэтому я гляну на человека, я вижу, что он из себя представляет. Мне Господь позволил создать детский православный лагерь. Я 48 лет его начальник. Мы строим православную деревню с нуля. Православные христиане. Мы православные христиане в Алтайском крае. Что нельзя в деревне у нас. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Ну вот. Вы можете зайти на наши ресурсы, на наш Ютуб-канал. И все это увидеть. Вот. Ютуб-канал. Уважаемый человек. Я с вами не буду сквоносоить, но, извините меня, Бог нам дал что? Жизнь? Жизнь. Он нас не стал сподвигать на нынешние какие-то деяния в виде интернета. Так, у вас... Подожди, подожди, подожди. Вы не можете говорить сейчас. Это у вас уже сильно в голове там зацикливает вот это. Там рука чья-то. Может, он нормально может говорить? Зачем я буду слушать, когда у вас язык заплетается? Вот. Вот, рука. Моя. Я не говорю. Там кто-то еще. Еще кто-то за экраном есть у вас. Трезво. Дайте человека. Трезво. Ну, я трезвый. Ну, трезвый. Я отвечаю. Больше, чтобы тот не выходил. Едва сидит, лыка не вяжет. Неуважение к человеку. Я пришел с радостной вестью. Трезвый человек. А он начинает мне здесь... Зачем это? Я не влючитываю. Так, вы Библию читали? Да, много раз. Что вы из нее помните? Сколько в ней книг в Библии вот здесь? Вот в этих корочках. Сколько книг? Вон, рука не ваша. Вы меня обманываете. Там он человек у вас новый. Есть Библия, есть Евангелие. Евангелие... Да. Вот я скажу, есть человек... Это как бы общее, но Евангелие это... Ну, смотрите, смотрите, вот врач говорит, я знаю, есть человек, а еще отдельно есть глаз. Глаз – это часть человека. Так Евангелие, четыре Евангелия – это часть Библии. Сколько в Библии книг всего? Я знаю, потому что это все взаимосвязано. Правильно. Сколько в Библии книг? Четыре, получается. 77 книг. А сколько в Новом Завете? Почему 77? Ну, потому что 77. Это она одна единственная же. Ну, Тора... Первая книга в Библии какая? Как называется? Евангелие от Христиан? Бытие. Исход. Левит. Чисто. Второзаконие. Знаметьте. Ветхий Завет – 50 книг, и Новый Завет – 27 книг. Я просто напоминаю вам. Вы же знаете. Ничего себе. Ничего себе. 14 посланий Павла. Послания Якова. Два послания Петра. Три послания Иоанна. Еще апокалипсис. От Иоанна. Ну, а Иоанна. Так это Евангелие. А еще есть послания. А еще есть апокалипсис. Ну, да. От Иоанна. У него пять книг ему принадлежит. На самом деле в Библии описывается то, что... Ну, то, что описывалось тогда, происходит на данный момент сейчас. Библия нам говорит радостную весть. Так, все. Так, все. Меня вызывают. Давайте простимся. Все.